Всем привет! Давно у нас не было видео о доступном уходе, поэтому я здесь. Будем разговаривать о максимально эффективных средствах за минимальную цену. Поехали! Я постаралась делать подборку тех средств, о которых я еще не рассказывала подробно, и также то, что сейчас актуально именно в теплое время года, но некоторыми баночками вы без проблем сможете пользоваться даже тогда, когда похолодает. Обычно я начинаю свой рассказ с очищения, но сегодня почему-то я взяла в руки сыворотки, наверное, потому что это моя самая любимая категория. Витамин С. Наверняка вы знаете о том, что это один из главных антиоксидантов в нашем уходе. Он оказывает антивозрастное действие, также может выровнять цвет и текстуру кожи, и еще и усиливает действие SPF, если мы используем его утром под наш стандартный крем и под SPF. Сыворотка, которая сейчас у меня в руках, одна из лучших в своей категории. Это бренд Advanced Clinicals. Она очень популярна, многие ее любят, именно поэтому мне буквально пришлось вылавливать ее в продаже, но она того стоит. Здесь кислая форма витамина С, то есть аскорбиновая кислота, но я не могу сказать, что она категорически не подходит тем, у кого чувствительная кожа. Я могу сказать, что это довольно универсальная сыворотка, которую можно использовать как утром, так и вечером. Такая упаковка допускается, скажем так. Конечно, лучше было бы, если бы она была с помпой, но меня радует стекло, причем еще и темный оттенок. То есть все-таки какая-то защита есть. И если вы ее вскрываете, то сразу используйте до конца. Не растягивайте на полгода, потому что она станет неэффективной. Пахнет цитрусами, это очень приятная душка. И текстура у нее слегка гелевая, но она очень легкая, не такая вязкая, не ощутимая на коже. Также распределяем, и она как водичка очень быстро впитывается. Первые видимые эффекты я наблюдала спустя неделю регулярного использования. Если, кстати, вы никогда не пользовались витамином С, легкими кислотами, какими-то активными сыворотками, то я бы советовала начинать с одного-двух раз в неделю. И вот так спокойно увеличиваем частоту использования и доходим до каждого дня, если вы в этом нуждаетесь. Если у вас очень плотная кожа, если вы привыкли к концентрированным кислотам, то, скорее всего, вы не заметите чего-то чудодейственного. Но для всех тех, кто хочет немного освежить внешний вид лица, немножко выровнять текстуру, то я думаю, что это отменный вариант. И также это классная сыворотка для тех, кто ищет свой первый витамин С. Дальше поговорим о бренде The Ordinary. У меня две сыворотки, одна с неоцинамидом 10% и 1% цинка. И также молочная кислота с гиалуронкой. Та сыворотка, о которой я упоминала и довольно подробно рассказывала, она больше подойдет для жирной, проблемной кожи, у которой периодически появляются высыпания. И также кому нужно немножко подсушить, подлечить ранки. Легкая текстура, я использовала половину. И я не так часто ее пользуюсь, иногда наношу локально на те воспаления, которые появляются там, ну не знаю, раз в месяц, скажем. Скорее это продукт для комбинированной, для жирной кожи. И лично на мне эта штука работает так же, как Эфакларду от Ларош Позе. Только от нее мое лицо не шелушится, не стягивается, не пересыхает и также не краснеет. Что касается сыворотки с молочной кислотой, то в концентрации 5% ее спокойно можно использовать весной, летом и в начале осени. Но всегда помните об SPF. Текстура здесь такая же легкая, как у предыдущей. То есть они впитываются под ноль. И молочная кислота, это универсальная кислота, которая подходит каждому типу кожи. И она больше направлена на увлажнение. То есть здесь будет минимальное отшелушивание. Это не то же самое, что гликолевое или миндальное. Это что-то, что бережно отнесется к вашему лицу. И вы можете рассчитывать на поддержание, например, того эффекта, которого вы добились при помощи более агрессивных кислот в холодное время года или после ретинола. Также эту сыворотку вы спокойно можете совмещать с витамином С. То есть это используем вечером, витамин С утром. И тогда у нас получается комплексное действие. И ваша кожа будет более гладкой. У вас будет меньше каких-то высыпаний, меньше каких-то проблем, в принципе, с вашим лицом. И вы не будете нуждаться в каком-то дополнительном увлажнении. То есть при регулярном использовании вы замечаете, что есть такой небольшой накопительный эффект. Ваша кожа сама по себе начинает увлажняться лучше. Меньше забитых пор, меньше каких-то непоняток. Так что я сейчас вот пользуюсь этой и действительно очень ею довольна. Также хотелось бы вам напомнить, что мне до сих пор нравится сыворотка с витамином С в желтой баночке от бренда It's Skin. Она заслуживает вашего внимания и ваших денег. А если вы ищете дополнительного увлажнения, но не хотите его в креме, то есть вам нравятся текстуры полегче, но вот иногда появляются какие-то шелушения. Например, вечером использовали кислотную маску или отшелушивающую или глиняную. А утром хочется вот какого-то увлажняющего допинга, то тогда я бы советовала ввести в уход что-то с гиалуроновой кислотой. И этим чем-то как раз может быть такая голубенькая сыворотка с увлажняющим эффектом от It's Skin или с гиалуронкой и с витамином В5. Она также успокаивающая от марки Evelyn. И также такие средства очень круто использовать, например, перед нанесением стойкого тонального крема, даже с монтирующим эффектом на сухую кожу. Это будет очень комфортно ощущаться, это не будет выглядеть как полный сухарь. И что касается вот этой распиаренной супер популярной сыворотки от Елизаветы, на сухой коже вы не заметите никакого действия. Единственный, нет, ну не единственный, хорошо, есть несколько способов применения. Это под маску, если вы все-таки ее купили, то поделюсь с вами. Тогда эта сыворотка поможет вам вытянуть еще больше всякого полезного и в том числе увлажнения из вашей, например, тканевой масочки. Эта сыворотка немножко как бы подсобирает поры и сглаживает рельеф кожи, именно когда она такая суховатая, вот непонятная. И на нее лучше наносится макияж, но здесь нет никакого накопительного действия. И прям восстановления я не заметила. Она правда самая легкая по текстуре, но это не спасение зимой, например. Просто так купить что-то, типа попробовать, но повторно я бы ее не приобретала. Я сегодня прям так быстро говорю, только четко и по делу, по той причине, что у меня очень ограничено свободное время. Я сейчас сижу с детьми и не знаю, когда это закончится, поэтому извините, кто привык к более такому расслабленному темпу. Хочется поделиться с вами чем-то полезным и снять то, что вы очень сильно запрашивали. Поэтому буду благодарна за поддержку. А мы с вами продолжаем. Очень крутая вещь, которую мне посоветовала моя зрительница, с которой мы регулярно общаемся, это белорусский бренд Vitex. Гиалуроновый тоник, точнее нет, термальный тоник с микросферами голубого ретинола для лица и шеи, увлажнений и лифтинг. Ну, лифтинг я бы не сказала, но если сравнить увлажненную кожу и пересохшую, то однозначно увлажненная выглядит более здоровой, более ухоженной, более такой сияющей, красивой, излучающей здоровьей, правильно? Вот, поэтому я бы не искала здесь эффекта какой-то подтяжки за уши или эффекта как от ретинола. Но, слушайте, какое классное увлажнение дает этот тоник, а он стоит абсолютно недорого. Я также заказывала его на мейкапе, когда была в Украине. К сожалению, здесь в Польше не продается белорусская косметика, поэтому я не всегда могу сразу воспользоваться вашими рекомендациями, но как только появляется возможность что-то купить, я тут же ею пользуюсь. Если у вас есть какие-то классные находки в этой категории, пожалуйста, поделитесь со мной. И вообще, что вы любите из бюджетного ухода? Я всегда прислушиваюсь к вашим советам, и мы с вами очень часто сходимся во мнении. Этот тоник имеет консистенцию такого корейского тонера, то есть это как разбавленный гель. Он чуть более плотный, вот гелеобразный, назовем это так. Вот действительно что-то, что очень удобно использовать. То есть выливаем на ладошки и на лицо. И когда после умывания наносишь такой тонер на лицо, то кожа уже хорошо увлажнена. Вот когда он впитывается, сначала остается небольшое ощущение липкости. Но это быстро проходит, во всяком случае, на моей склонной к сухости коже. И потом тебе уже даже не хочется наносить какой-то жирный крем, более защитный, более питательный. А наоборот полегче. И для тех, кто ищет по-настоящему увлажняющий тонер, но за недорого, я думаю, что это средство может стать настоящим открытием. Наверное, это самый идеальный базовый тоник, который должен подойти всем и каждому по показаниям. Он мне еще и достался бесплатно. Это моя вторая миниатюра, которую мне дали за покупки в Сифории. Что-то приобретала, и мне забросили его в пакет. И оказалось, что это отменное средство для повседневного использования. Он на основе алоэ веры, а также розовой воды, наносится после умывания. Также можно использовать в течение дня для дополнительного увлажнения поверх макияжа. Если вы чувствуете стянутость, если вы хотите, чтобы макияж и выглядел, и ощущался легче. Очень удобная форма выпуска, потому что сразу средство продается со спреем. Распыление у него мелкое. Приятный аромат розы. Я вам даже сейчас немножко нанесу. Немножко. Но когда вы используете этот тоник, нужно не один-два раза нажать, а хотя бы пять раз, для того, чтобы средство попало на вашу кожу. Но помните о том, что это все равно удобнее, нежели выливать что-то на ватный диск. Вы теряете средство. Это гораздо удобнее. И мне нравится то, что он хорошо успокаивает кожу, увлажняет. Это более длительное увлажнение. Если вы используете увлажняющий тоник, какой-то увлажняющий крем, ваша кожа не так обезвоживается в течение дня. И мне очень понравилось то ощущение комфорта, которое он дарит сразу после нанесения. При этом не ощущается на лице. Он не липкий, вот такой нейтральный, но при этом рабочий. Если вы еще с ним не знакомы, то также от себя могу вам советовать. Среди тоников с дополнительными функциями, не только базовое увлажнение, я могу выделить вот этот. Это для меня аналог очень популярного тоника от Pixi. Он гораздо дороже, чем этот. Это марка Everline. И у меня тоник с 5% гликолиевой кислоты. Также видела у польских блогеров с голубыми или синими надписями. Тоже с гликолиевой кислотой, насколько помню с молочной. Прям шикарные отзывы на эти средства. И это очень мягкое, это очень нежное отшелушивание. Он не раздражает кожу, он ее не пересушивает у вас утром. И даже через несколько дней лицо не отвалится. Но для поддержания эффекта чистой, ухоженной, сияющей кожи, для запуска вот этих процессов обновления, я советую использовать тоники с гликолиевой или с миндальной кислотой. Если у вас очень чувствительная, очень сухая кожа, то, наверное, можно остановиться, например, на тонике с молочной кислотой. Гликолиевая кислота – это АХ-кислота, которая подходит всем. Здесь приятная и мягкая, и при этом действенная формула. Поэтому, если хотите что-то из бюджетного сегмента, то, пожалуй, это один из самых лучших вариантов. Теперь у нас немножко задом наперед будет очищение. В своем видео с московыми на весну и лето я уже рассказывала, за что я люблю и почему я выбираю бренд ЦРВ. Вот правда, я обожаю их очищение. Точно так же, как люблю, например, непенящийся гель от Айзенберг. Я нашла ему аналог в доступном сегменте. Это ЦРВ, который увлажняющий гель. И вот как-то я переключилась на него. И действительно, по моему мнению, это классное соотношение цены и качества, еще и объема. То есть, это средства, которых хватает на очень долго. Но я пыталась найти что-то новенькое, что-то интересное, классное. И по вашим рекомендациям покупала пенку от Andalou Naturals. Она у меня давно. У нее настолько минимальный расход. И это даже как-то нечестно. Потому что я стараюсь закончить одну банку, и потом только вскрываю вторую. И как по части бьюти-блогеру, мне это не совсем выгодно. Но я шучу, наоборот, это огромный плюс. И эта пенка на основе кокосовой воды, она настолько бережно очищает кожу. После нее вообще нет никакого ощущения стянутости, никакого ощущения сухости. Она не жжет глаза. Она прямо как облачко обволакивает вашу кожу. Снимает все загрязнения. Но это не то средство, которое уберет суперстойкую тушь. Скорее, это как или утреннее умывание для сухой кожи. До скрипа она также не отдерет ваше лицо. И если вы любите что-то максимально деликатное, то обратите на нее внимание. И в качестве второго этапа очищения, например, после гидрофильного бальзама, гидрофильного масла, тоже отменно заходит. Я ее очень сильно полюбила. Здесь хороший дозатор. Он вспенивает продукт. И пенка, видите, такая плотненькая. На самом деле этого достаточно для того, чтобы умыть полностью все лицо и даже шею. Что теперь с ней сделать? Кто-то подскажет? Еще я просто балдею от ее отдушки. Что-то сладкое, но с ноткой свежести. Очень классное. Для жирной и комбинированной кожи, в принципе, даже для сухой, могу советовать пенящийся гель, опять же, ЦРАВЭ. В принципе, его можно использовать в качестве единственного средства для демакияжа. То есть, он смывает косметику и не жгут глаза. Средство ЦРАВЭ – это штука тоже. Если же вы, например, при помощи мицеллярки удаляете тушь, тени, подводку, все с глаз, и вам нужно просто что-то умыться. И также вы хотите что-то с кислотами. То есть, вот эта штучка у меня для того, чтобы использовать ее перед нанесением кислотного пилинга. Или когда я понимаю, что у меня немножко проблемная кожа, хочется подлечить высыпание, я иногда пользуюсь вот этой вещью. То есть, не на каждый день. Она очень сильно очищает. Я покупала этот гель для умывания на iHerb. Это у меня миниатюра. Но он также есть в большом формате. Он когда-то у меня был прям давно-давно. Я вам также советовала его. И он прям такой конкретный. Самая проблемная для меня категория. Потому что среди бюджетных кремов под глаза, ну как-то не удается мне найти что-то прям вот, что выстреливает. Один из таких базовых, хороших, увлажняющих кремов для меня от марки It's Skin. Линейка Collagen. Но некоторые из вас писали, что вам этого недостаточно. Что он впитывается и как бы все. Я не знаю, при том, что у меня завышенные требования к крему под глаза. На мне он работает очень хорошо. Еще и большой объем 25 мл. Я не знаю, можете взять на пробу. Но пока что для меня это, наверное, лучший увлажняющий бюджетный крем под глаза. То есть, если пересчитать, сколько здесь мл и сколько он стоит, то получается выгодно. Но, судя из того, что писали вы, не всем он подходит. Если вам нужен прям питательный бальзам под глаза, вот ничего круче этого я не находила. И даже он не сравнится с Киллз, который с авокадо. Вот этот гораздо круче, но его довольно сложно достать. Это бренд Афродита с ромашкой, с витамином А. Для чувствительной кожи он никогда не будет жечь вам глаза. Он не вызывает аллергию. Здесь действительно много хороших питательных веществ. И так как он восстанавливает кожу, не восстанавливает ни один крем, для кого-то он может быть тяжеловат на теплое время года. Но если вы страдаете прям от супер сухости под глазами в вот этом межсезонье, то заморочьтесь, поищите его. У него 15 миллилитров, у него также минимальный расход. Это уже, наверное, третья моя баночка. Я вскрыла его несколько дней тому назад, потому что на карантине я решила, что мне нужно сделать интенсивный уход. И, короче, я обожгла свою кожу. Я решила и масочку попробовать, и сыворотку нанести с ретинолом. И получите, распишитесь. Короче, сама виновата. Но зато я знаю, как восстанавливать лицо и чем его мазать. И вот этот крем, это просто мой любимец, наверное, из всех-всех возможных, которые у меня были. Очень крутое питание. Я или сама покупаю его в Хорватии, или мне привозят друзья. На выставках иногда можно встретить этот косметический бренд. Ну и, конечно же, в первую очередь ищем онлайн. Бюджетные крутышки, которые отменно работают, и я даже не планирую ничего искать из люкса или даже из масс-маркета. Это энзимные пудры, которые отшелушивают, шлифуют нашу кожу. Особенно это актуально тем, у кого появляются шелушения, кто хочет, чтобы кожа стала идеально гладкой. Вот знаете, иногда вроде как ничего не заметно, а потом наносишь тон, и ты видишь миллион каких-то шелушений, которые есть на твоем лице, так что происходит, да? Вот, поэтому периодически, там раз в неделю, максимум два раза в неделю, я советую использовать энзимные пудры. Вообще, если вы наносите какую-то кислотную сыворотку, то хорошо было бы через несколько дней воспользоваться энзимным пилингом, энзимной пудрой, вот чем-то таким, чтобы убрать то, что отшелушивали на нашем лице, вот эти всякие кислотные штуки. Одна из них от корейского производителя, они надо мной часто издеваются, я не хочу коверкать название, кстати, я не смотрела другие обзоры, может, кто-то из девчонок упоминал, но в моей памяти это как-то не отложилось. И вторая, опять же, по вашей рекомендации, от белорусского производителя Биэлита. Они немножко разные по своей консистенции, то есть здесь, вот этой корейской, как бы такие гранулы, которые нужно растворить, очень удобный дозатор, сразу много не высыпается, значит, насыпаем вот эту пудрочку на ладошку, потом добавляем несколько капель воды, на самом деле это все очень быстро происходит, вспениваем и умываемся. Вот эта белорусская пудра, она уже сразу как бы в форме пудры, на самом деле ее даже удобнее использовать, чем корейскую. И вот эти средства для умывания настолько мелкая пудра, которая как раз отшлифовывает ваше лицо, убирает все омертвевшие частички, но при этом пудра не работает так, как абразивный скраб, как скраб с абрикосовыми косточками, то есть это не настолько травматично для вашего лица, но очень круто обновляется кожа, и вы прям чувствуете, что она такая гладенькая, она такая приятная, она такая обновленная. Какую выберете вы, тут уже решать вам, но я вас агитирую к использованию таких средств, потому что вы по ощущениям прям почувствуете, что ваша кожа стала другой после первого же применения. Но если вы хотите что-то понежнее, но на основе энзимов и в другой форме выпуска, то у польского бренда Топа есть вот такая маска, она, ну они называют это пилингом, по сути да, но сам по себе продукт наносится как маска на 10 минут, таким плотненьким слоем, очень хорошо смягчает кожу, отшелушивает ее, и при регулярном использовании будет меньше забитых пор и меньше каких-то высыпаний на вашем лице. Если сравнивать с энзимными пудрами, то эффект после использования энзимной пудры гораздо более ощутим, ну вот под пальцами, да, то есть проводишь по лицу и прям вот чувствуется, что она как обновленная. Эту масочку нужно использовать, буду называть маской, нужно использовать где-то 2 раза в неделю и регулярно, и по сути это тоже самое, чуть-чуть удобнее, чем пудру, не нужно ничего там разводить. Базовый увлажняющий крем это актуально для всех, как утром, так и вечером, но важно понимать, что от такого средства не стоит ждать спецэффектов, чего-то феерического. Но хорошо было бы, если бы это средство классно подходило под макияж или поверх любой сыворотки в вечернем уходе. И то, что подошло лично мне, это бренд Mason Natural, крем с коллагеном. У него интересная такая немножко взбитая текстура, его нужно совсем чуть-чуть, он дает хорошее увлажнение, имеет приятный нежный аромат, вот просто чисто аромат ухода, не что-то конкретное, это не цветы, но он ощутимый. И он не впитывается под ноль, через несколько минут, скорее это защита для обезвоженной, для сухой кожи, или в качестве ночного ухода для комбинированной кожи, склонной к шелушению. Также у марки Eveline я вам говорила, что есть линейка Bio Organic, не буду подробно рассказывать, составы здесь не пугающие, при этом они стоят недорого. Приятные дужки, классные упаковки, хорошо ощущаются на коже, и самые лайтовые из них для комбинированной жирной кожи, который матирующий. Что-то более плотное, что-то более увлажняющее, но все так же универсальное, это мульти увлажняющий крем для лица, с такой голубой этикеткой. Что-то чуточку подороже, но для меня это средство 2 в 1, и сыворотка, и крем, который я использовала в вечернем уходе, бренд SOM BY ME, здесь есть и АХ кислоты, и БХА, то есть салициловая кислота, и еще и моя любимая Центелла Азиатская. Текстура у этого крема очень легкая, когда начинаешь распределять, то она превращается в гель, и тоже небольшой расход, то есть здесь написано, что его нужно использовать на протяжении 30 дней для того, чтобы улучшить состояние кожи, но баночки хватит на дольше. Аромат у него такой, ну не знаю, что-то травяное, приятный, и он недолго ощущается на лице. Для сухой кожи этого будет недостаточно, например, в зимнее время года, то есть хочется чего-то еще. Но для всех остальных, особенно в теплое время года, это отменный вариант, потому что этот крем и немножко отшелушивает, и Центелла сразу же восстанавливает, и антивозрастное действие, всего в комплексе, и утром личико такое посвежевшее, нет каких-то высыпаний. То есть я надеюсь, что вы понимаете, вот эта подборка, это не все сразу нужно на себя мазать, просто выбирайте из одной категории одно, там из второй, если нужно, что-то еще. То есть смотрите по состоянию вашей кожи. Все сразу покупать смысла абсолютно нет, и даже необходимости. Этот крем подойдет тем, у кого слегка проблемная кожа, у кого есть забитые поры, кто хочет попробовать свои первые кислоты в жизни, кто ищет чего-то полегче, не с такой высокой концентрацией кислот, именно когда есть солнечные дни, все-таки утром используйте обязательно SPF, и этот крем не высушивает сильно кожу, и он ее очень хорошо обновит за 30 дней, но не травмирует ее. Мне этот крем очень хорошо зашел, я ни капельки не жалею о своей покупке, и продолжу им пользоваться. И последнее, о чем мы поговорим, это маски. Вспомню сначала о тканевых, прям увлажняющая, восстанавливающая бомба. Это маски от корейского производителя GM Solution, их можно купить в единичном экземпляре, они классные. Вот на мне они проявляют себя максимально хорошо. Еще одна масочка, о которой я давно-давно рассказывала, но она все еще со мной, я периодически ее обновляю. Здесь в составе есть экстракт имбиря, гиалуроновая кислота, масло камелии, розы, и то, что мне больше всего нравится по действию, это розовая и белая глина. Это то, что я обожаю в масочках, потому что эти две глинки, они и очищают, но не пересушивают, и увлажняют, и вообще это та маска, которая делает вашу кожу мягчайшей. Она хорошо увлажняет, она даже как-то выравнивает оттенок кожи. Вот она прям классная, и стоит настолько недорого, что ее спокойно можно наносить и на лицо, и на шею, даже на декольте. Это то, что никому не помешает в уходе. Называется она Lift Intense. Я здесь не заметила эффекта подтягивания, но то, что она и увлажняет, и очищает, вообще вот такая, знаете, маска все в одном, которая просто хорошо влияет на вашу кожу. Да, действительно могу вам советовать. И еще одна маска, опять же, вот Vitex, вау, активная маска пилинг. Просто они раз логотип ставят здесь, раз пишут, поэтому я немножко потерялась. Эффект салонного пилинга. Не совсем так. Это маска с АХ кислотами. Здесь сразу после воды в составе идет гликолиевая кислота. И это, опять же, маска для поддержания эффекта, для обновления, для легкого отшелушивания, для чувствительной кожи тоже нормально. Наносится она на 10 минут. Если никогда ничем не пользовались, то я бы подержала чуть меньше. Она может немножко пощипывать, но ее не нужно скатывать. Ничего с ней не нужно делать. Просто наносим, ждем, смываем, и уже потом все хорошо. Если не пользуетесь тоником, то можно, например, несколько раз в неделю использовать такую масочку. Если вы привыкли к чему-то так посильнее, то вы не заметите никакого действия. И также я не соглашусь с тем, что она убирает пигментацию. Абсолютно нет. Убирает тусклый цвет лица, неровный оттенок кожи. Но это все, вы знаете, не на уровне салонного пилинга или салонных процедур, которые поэтапно выполняются. Нет. Но для домашнего использования однозначно да. И так как я сказала, гликолевая кислота и кислоты в целом, это то, что может сотворить чудеса при регулярном использовании. Главное, не перебарщивайте, так как это, к сожалению, сделала я. Ну и наболталась я с вами сегодня. Надеюсь, что видео оказалось полезным и интересным. Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх. Ну а теперь мы прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok